привет молодые люди меня зовут эрик шоков и сегодня мы находимся в дубае ну как я могу сюда приехать и не записать кибер-клубы которые находятся здесь честно говоря я думал что дуба это должен быть очень дорогой клуб там должно быть золото компьютерные мышки должны быть из серебра и так далее но все оказалось не так и сегодня вы увидите как это выглядит по-настоящему насколько здесь дорого спойлер дорого и насколько здесь хорошо мы находимся в спальном районе здесь живут достаточно обеспеченные люди и по сути приходят сюда поиграть и уходят спать обратно но по информации и здесь все-таки больше играет русскоязычных снг менталитет остается навсегда клубы это наше мы это любим в общем ребят пожалуйста поставьте лайк потому что все это дело организовать было сложно а еще самое главное что владелец этого клуба русскоязычный поэтому это будет легко это будет интересно это будет очень информативно не забудьте поставить лайк подписаться на канал если вы это еще не сделали а таких людей очень много меня это немножечко обижает в общем давайте приступать вот название клуба он называется дзрт esports gaming club в европе в америке и так далее везде популярно слово не cyber club не комбинатор клуб интернет кафе а именно esports gaming club это у них такой ориентир в общем здание наверное немножко странное потому что это не клуб это дом иначе это просто вилла ребята взяли виллу и сделали из нее просто бизнес открыть свой компьютерный клуб дверь как вы можете заметить домашняя пойдем заходить но есть такой момент мы сейчас зайдем и станет темно потому что тут столько моментов которые мы просто не успеем записать поэтому мы вернемся сюда вечером когда уже пообщаемся с владельцем этого клуба но я думаю что все равно мы вам показали дневной дубай и теперь мы сегодня все что нужно было так заходим да немножечко все изменилось но все в порядке так и планировалось мы заходим в клуб и нас встречает владелец самое интересное русскоязычный вдумаю здорово это было неожиданно но сегодня будет очень много информации потому что вопросов опять же много мне интересно понять как здесь все работает насколько это дорого и насколько это было сложно и насколько это востребовано здесь окей окей мы сейчас находимся на первом этаже от ее и сделал в стиле кафешки тут два стола заказ кофе еды напитки всякие расскажи насколько это популярно здесь ну в первую очередь добро пожаловать дизерт и спортс гейминг клуб все довольно было несложно пока ковид не пришел вот все основные сложности были связаны именно с этим периодом времени потому что он наложился на открытие клуба вот а в остальном мы довольно давно в этом бизнесе интересно начинать работать в middle east довольно интересный здесь маркет регион который очень жаждет чего-то нового в рамках киберспорт и гейминг индустрии поэтому мы весело экспериментируем да я спрашивал насчет какой клуб тут самый дорогой до меня ответил что все те кто были дорогие они закрылись да это потому что маленький спрос плюс к вид и либо это просто к вид я бы сказал что это просто к вид вот плюс повышение цен на комплектующие вывела в такую как калькуляцию что можно было просто продать клуб сразу после его открытия если ну во время ковидами и заработать в полтора в два раза больше чем ты потратил естественно некоторые клубы просто воспользовались возможностью особенно самые большие и самые дорогие если что я не поднимался наверх специально как и обычно чтобы были бы первые эмоции были бы сразу какие-то вопросы там есть человек администратор второй на самом деле нет они могут просто вызвать отсюда снизу сверху по кнопке до чего сейчас фитнесу занимается твой сотрудник да а вот как видите все стройняшки здесь что здесь чаще всего покупают и какой средний чек на кухне средний чек на кухне в принципе если мы говорим о всем дубае то он довольно большой здесь люди любят покушать любят покушать вкусно и готовы за платить вот мы не сильно продвигаем как бы себя как ресторан и бизнес в первую очередь потому что мы дорожим атмосферой наверху не хотим чтобы рядом с человеком который играет кто-то кушал пасту болонезе соответственно этого в нашем меню нет но у нас есть довольно вкусный сэндвич и все что можно съесть с другой рукой держать мышку а левой рукой кушать что-то параллельно такую еду мы здесь продвигаем можно сидеть играть и кушать абсолютно да окей а если говорить про средний чек средний чек ну варьируется от 30 до 50 долларов это с одного человека с одного человека да обычно дети тратят больше не знаю почему дают денег больше но это так если говорить про хот-дог сколько он стоит здесь ходок стоит порядка 6 долларов сейчас у вас на экране цена за русский ходок это какая-то маржа вот за ходок 6 долларов я не знаю у нас там сосиска 4 доллара шучу конечно нет вот сложно сложно мне сейчас сразу ответить надо взвесить сосиски слушай но я думаю что можно подниматься наверх для меня сейчас будет большое удивление я хорошо не знаю что ожидать все интересное наверху естественно сейчас мы видим что свободно компьютеров почти половина какие моменты полной посадки выходные дни сегодня четверг вот правила в эмиратах с 1 января текущего года поменялись поэтому пока что это рабочий день соответственно да у нас пока нет полной загрузкой ожидать завтра пятницу пятницу будет полная посадка должно быть окей пойдем вау суши выглядит реально по домашнему да это и есть наш концепт да напоминает сейчас мы видим что у нас будет компьютеров почти половина таким маленьким а меня нет больше компьютерного будет поменьше да специальная расстановка так это у нас вот основная зона здесь сидят и дети все вперемешку самые доступные цены доступная цена расскажи пожалуйста что ты считаешь доступна цена доступная цена в эмиратах начинается с 10 дирхам вот но у нас действует действий программа реальности соответственно у ребят которые сюда ходят постоянно основная цена еще я сейчас быстренько посмотрю пинг-15 пинг-15 скорее всего играет либо фэйсит либо как можно фэйсит играть с пингом 15 на джи сисели пинг у него тигрыш 64 а тогда да тогда это не фэйсит а на каком сервере ты играешь типа это фэйсит или что это это матчмейкин да дубай сервер да ладно дубай а я обстирал только что вальв не было пока мы обстирали они от отключили есть дубайские сервера пинг-15 слушай мы получаем я в респект вальв серьезно третья петличка у габена 3 петличка габена и слушай даже в москве до сих пор нет ты представляешь ну не знаешь я их могу оправдать в москве можно еще играть с пингом 60 80 где там даже 15 в дубае невозможно слушаем красавчики молодцы так получается тут всего 304 компьютера в основной зоне 12 15 15 это основная зона самая дешевая 200 рублей в час есть можно сначала это дал цели сюда вход доступен только тем кто старше 18 лет здесь можно курить электронные сигареты вейп но нетрадиционные сигареты вот естественно все закрыто отдельно от детей родители кстати очень довольны такой особенностью они могут не беспокоиться что какие-то вредные привычки или перри перейдут к их детям респект за картинку да она как раз таки и намекает об этом так слушай ну я сразу тебе скажу мы сделаем обзор девайсов и всего остального чуть позже но я вижу девайсы которых в жизни не видел поэтому это очень интересно будет показать и рассказать брат ничего про это не знаю даже даже моника не знает кто это я сейчас покажу максимум что похоже и лжи наверно нет это не лжи ты будешь сильно удивлен ты увидишь наш логотип вы делаете мы не делаем мониторы но это до брендовые мониторы именно под нас серьезно это типа вы забрендировали мониторы забрендировали мониторы забрендировали мониторы все верно окей допустим хороший монитор сколько это герц 240 240 хорошее стоит около 400 300 300 долларов примерно сколько стоило то я сейчас точно не вспомню но дешевле слушай я кайфую с того что это вилла да это кстати я не забываю про это я сейчас смотрю на это все дело это же реально правильное использование виллы зачем такая огромная вилла если можно бизнес открыть главный вопрос это в аренду ты делаешь и купил в этом районе купить невозможно и можно взять только вариант почему потому что этот район он продает недвижимость только для граждан арабских наций соответственно мы с снг мы покупать недвижимость не суши именно в этом районе именно в этом рай а у тебя были возможности сделать возможности до были но я думаю что для бизнеса иногда вариант аренды намного лучше стоит чем сколько это стоило бы в плане покупки миллиона 2 дирхам может быть больше 2 миллиона дирхам это у вас 40 миллионов рублей в рублях вообще не ориентируясь ну да я думаю где-то порядка 600 700 получается последней комнаты здесь у нас две пустышки 5 кактус искусственный как конечно он везде два диванчика и слушай а здесь популярна фифа очень и футбол наверное сам по себе был сам по себе потому что но эмироид до сих пор спонсирует по моему да но еще дело в том что как бы в соседнем катаре в этом году планируется чемпионат мира по футболу соответственно интерес у населения невероятно сейчас возрастает и я даже вижу что ребята уже начинают играть не клубами а больше сборными постепенно так что у нас по девайсам я вижу зови это единственный бренд который я могу здесь разобрать клавиатуры опти лайт rgb оптиков севич кейборд сколько таких клавиатур основная клавиатура у вас какая но в основных зонах стоят вот эти я тебя услышал коврик у нас стойку play wild это это ваш бренда да все что ты видишь кстати начинает кресел ковриков и так далее это все наш дизайн то есть кресло тоже кресло это реплика но был через что у нас тут что и такое а эти наши научно слушай они будут авиационные ну кстати эти наушники использовались на и сл до 2017 года насколько я помню ну естественно там все логотипы были замазаны но это именно эти стол у нас обычно или делали сами из чего он все он это металл и камень у нас есть есть кнопка вызова админа это очень классная фича суши я нажму и проверку время займет 1 2 3 пока приходит человек админ мы посмотрим насколько у нас фпс надо смочит так ну что ж фпс у нас 200 300 я поставил графику на низкую плюс поставил мое разрешение пинг на 140 я уже говорил в этом ролике но скорее всего этого не было еще короче здесь пинг 140 но такое чувство что пинга вроде нет о привет а вот и бехалус наш администратор я проверял скорость вы как молния маквинт ладно это спасибо так ну что у нас получается и вот смотрите у меня пинг 150 я делаю килл и он сразу появляется у меня в табе я не знаю как это работает как будто пинга и нет так окей пойдем посмотрим что у нас еще осталось а по получается как пока я могу сказать то что фпс был весь 250 300 это не очень много если было бы 400 было бы хорошо но при каких-то сложных моментах это будет много смогов молотовых в кейсе будет падать фпс а если я бы записывал бы здесь какой-то турнир с обвесом был бы слабый фпс то есть вот на процентов 20 поднять бы производительность было бы хорошо суши да на геймпаде играют да многие ребята если что если это не попало в ролика здесь играют на геймпадах ноги очень сильно развито вы можете это увидеть вот сколько этот паренек оставил вам уже денег можно конечно проверить но я думаю его средний чек ежедневно это около 30 долларов 20 человек давайте досмотрим его игру слушайте у меня есть классная идея давай я тебя буду спрашивать про бабки немножко как раз таки пока мы будем общаться он будет доигрывать сколько стоит аренда вот этой виллы так сейчас скажу точно в год где-то около 60 тысяч долларов сколько 60 тысяч долларов в год слушай на это 4 миллиона рублей 4 делим на 12 это 300 тысяч удачи я я с калькуляции хорошо у вас на экране цифра сколько стоит месяц а выручка какая в месяц я думаю что я тебе прям все так точно не скажу могу сказать что после нового года она получше чем до вот потому что ты про этот год да потому что на новый год в дубае не зависает в клубах в отличие от снг но уже после нового года уже делать нечего и естественно выручка вырастает ну сколько ты не скажешь больше двух тысяч долларов в день ты имеешь ввиду в чистой прибыли мне выручка выручка нет чуть меньше чуть меньше а какая мажала тебя в процентах где-то наверное 60 это в этом порядке так купил клуб спустя сколько времени ему два года не у два года первый год вообще не берем в расчет потому что это был ковид и все было очень страшно мы даже ушли неплохой такой минус сейчас мы скорее доверствуем упущенное еще клуб полностью не купился не купился я купился не потому что но первый год его просто в расчет убрать бессмысленно учитывая все произошедшее почему нет клубов больше то есть мы уже обсуждали с тобой я сказал самый дорогой и сам другое получается у тебя именно за час игры почему 2 все ожидают что будет очень дорого красиво в итоге получается что ты единственно здесь на рынке я думаю что бизнес и игровых клубов довольно такая нишевая вещь и не каждый кто сейчас владеет средствами решится потратиться именно на такой активить может быть я не в курсе всего рынка просто не в теме я может быть и так ты же должен прям с детства знать про игры знать про компьютеры про клубы то есть человек араб который с бабками мне кажется он за совсем не в курсе что здесь происходит в этом рынке этого это очень сложно же бизнес для веру это все верно все верно и довольно сложно я думаю это все становится именно когда человек уже понимает что к этому надо относиться профессионально потому что я знаю очень многих ребят которые открывают потому что это интересно как вид деятельности но вести профессионально как бизнес-проект определенный момент довольно сложно то есть либо там с девайсами становится проблема на это не заложили каких-то денег либо что-то еще там в плане менеджмента происходит и а человек как бы рассчитывал просто покатать с друзьями в своем клубе изначальная цель была ну и соответственно через года два-три клуб просто закрывается а если разговаривать конкретно про дубай то здесь есть клубов которые потратили очень много денег и чем я заметил тенденцию что чем больше люди тратят денег на клуб тем раньше он закроется так не очень серьезный момент играю один в один топ-7 о как же он поднимает где как же он их чувствует у тебя сто процентов владения в этом клубе или у тебя есть инвесторы инвесторов нет мы это вместо открыли вместе с моим братом младшим братом вот так что владеем на двоих слушай ну дубай это же все-таки страна где инвестиции на каждом шагу ты не пробовал думать ты не пробовал кого-то попросить его чувак я тебе приз у миллионы дай мне несколько миллионов долларов эти открою клубы такой не было довольно часто случается из числа даже наших клиентов чаще всего и узкоговорящие ребята есть которые держат бизнесы здесь дубай они предлагают как бы инвестировать деньги открыть больше клубов обу дали в других эмиратах что типа вложения в этот клуб сколько ты потратил сейчас я наверное сразу так цифру не назову я помню что я вложил около 200 тысяч долларов проигрался а теперь первое допиши его слушаем реально первое место вот видишь как ему лет лет семь восемь томат моего сына сделай ему скидку за да сейчас ему принесут бесплатный ходу не серьезно же круто это круто конечно он может выбрать извини все что он хочет давай скажем то про приказов если вы получаете то вы можете выбрать то что вы хотите вы выбираете из компании действительно? да вообще нет вообще нет вообще нет просто я отбjinюю что я вам предлагаю что это? не, я имею в виду я отбählt из магазина, отблищики, ежедневую, ежедневую оооооооо, бесплатно двое да не все, а все это твое фавор вот это вот то что этот какио часто встречается в нашем клубе я слышу что это все да просто открывай меню и выбирай то что ты хочешь Два или три итема. Ходок. Ходок попросил. Ходок попросил. И для пепси. И для пепси. Хорошо. Берус? Что ты попросил? Последний. Имеется ввиду. Я чувствую, как будто я выиграл миллион дирхам. Все, видишь, он в такой настроении. Я думаю, это... Аура шока. Я не знаю, как это происходит. Пока мы даем интервью, все вокруг начинаем что-то выигрывать. Ну... Он, конечно, проиграл. Ладно. Получается, ты вложил в этот клуб сколько? Ты в долгах два раза был банкротом. Да. Ну, изначально было около 200 тысяч долларов. Вот. Я думаю, что за время трех лет мы почти еще такую же сумму потратили, чтобы остаться в живых. Ну да, что-то мы заработали, что-то. Но еще были дополнительные вложения. Вот. Ну, дай бог, иншалла, дальше все будет, все пойдет уже в город. Окей, ты можешь рассказать про себя, откуда ты, какие у тебя есть еще клубы, чтобы ребята тебя бы узнали. Хорошо. Я с Таджикистана, с города Душанбе. Вот. Этим бизнесом начал заниматься именно там. Вот. Вот. В самом маленьком интернет-кафе. Там было всего 12 компьютеров. Я продал все, что у меня было. Еще взял в долг 3 тысячи долларов, чтобы все это началось. Постепенно мы начали расти. Мы начали проводить довольно большие турниры по Dota, по CS, по другим дисциплинам. Вот. В какой-то момент Таджикистан для нас уже стал довольно тесен. Вот. Вот. Мы думали, в какой маркет пойти. Был вариант пойти в Россию, в Москву, в Дубай, в Эмираты. Соответственно, мы выбрали этот вариант. Сейчас мы здесь. Вот. Запускаем довольно интересный сейчас, наконец-таки, онлайн-проект, мобильное приложение, которое будет называться esportsination.com. Вот. На базе него будем развивать турниры, на которых вот такие ребята, даже самые молодые, смогут зарабатывать деньги домой на хлеб, на продукты, на молоко. Вот. Это как бы моя цель. Они нуждаются в этом? Я не знаю, нуждается ли нет, но это действительно моя цель, потому что когда-то я этот бизнес начал именно с этого. Мне мама не покупала PlayStation в далеком 2003-2004 году. Вот. Я не знал, как ее уговорить. И так, и так пробовал. В итоге она все отказывалась. И я написал на одном листочке бизнес-план. Расписал, сколько стоит PlayStation, сколько стоит телевизор, сколько у меня друзей, сколько одноклассников, сколько из них будут приходить и какая цена у меня будет за час. О, ты серьезно? Серьезно. И прямо в комнате я поставил эту приставку и пообещал, что яйца, хлеб и молоко будут на мне. Вот. Можно сказать, что так я получил билет в эту индустрию, да. А насчет того же интернета, сколько он стоит здесь в тех месяц? И сколько, какая скорость? Здесь 500 мегабит. Ой-ой-ой. Это мало. Ну, для виллы, для дома нормально. Да. Ну, если было бы больше компьютеров, мне кажется, там уже было бы жестко. У нас почти 40 компьютеров, да. Но, к слову, в Таджикистане у нас 8 мегабит на 40 компьютеров. Ты серьезно? Да. А там нет проблем с интернетом? Ты не представляешь, на какие ухищрения мы идем для того, чтобы обеспечить людям комфортную игру. Слушай, а насчет покупки компьютера. Сколько там стоит компьютер, который ты здесь взял? Какая разница по ценам? В Таджикистане? Да. Ну, вот если взять такой же компьютер, как тут, купить в Таджикистане. Ну, разница где-то в 50%. Где дороже? Там, естественно, дороже. Серьезно? Ну, конечно. Потому что здесь большая конкуренция, соответственно, больше сапплайеров. Они обеспечивают весь регион, и ты напрямую можешь работать как с Asus, так и с Asus. То есть ты хочешь сказать, что там в два раза дороже компьютер, можно сказать? Да. Но цена несколько раз ниже за час. А здесь и компьютеры дешевле, и цена в два раза больше. Или даже в четыре раза. Да. То есть держать комфортный клуб в Дубае – это сверх выгодно. Я бы так не сказал, потому что аренда раза в 6-7 выше. Как бы аренда здесь перекрывает все. Я тебя услышал. Но в плане, в принципе, ведения бизнеса, ты получаешь удовольствие в данном регионе. Хорошо. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Я был очень рад вообще, ребят, что вы выбрали наш клуб, пришли. Ты вообще рассказывал про то, что к тебе уже приходили какие-то блогеры, начали записывать обзор клуба. И на следующий день ему выписали invoice на 10 000 дирхам. Это 200 000 рублей. Типа оплати, чтобы выпустить его на канале. Напоминаю, что все мои обзоры бесплатные. Я просто показываю вам, как выглядят кибер-клубы по всему миру. Я сам интересуюсь, потому что вы сами знаете, какие у меня есть причины на это. 10 000 дирхам внизу, Эрик. Мы сейчас спустимся, да, за меня? Да, invoice мы уже выписали. Хорошо. Молодые люди, спасибо большое всем за просмотр этого ролика. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал и ждите новые ролики из Дубая. Будет еще один. Это интервью Семченко. Надеюсь, что вы его помните. Вопросы есть, поэтому думаю, что он вам будет интересен. С вами был я, Эрик Шоков. И... Усмон Ахмедов. Если вы будете в Дубае, то заходите. Думаю, вы не почувствуете разницу, что вы в Дубае. Ну что ж, пока. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, вам было интересно.